Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Лидия Борисовна Клонницкая, и сегодня мы с вами будем обсуждать тему «Пятиклассники уже не дети, еще не подростки. Особенности обучения иностранному языку младших подростков на примере ОМК «Вместе». Я являюсь автором ОМК «Вместе». Вместе с Евгением Владимировичем Костюк мы работали над младшей ступенью. Это были учебники со 2, 3, 4 и 5 класс включительно. И мне кажется, что это одна из самых сложных тем, потому что ребята, которые находятся в этом транзитном состоянии от перехода от младшей школы к средней школе, мне кажется, что они требуют нашего особого внимания, потому что для них такой сложный переходный момент. И сегодня мне хотелось бы поговорить с вами об этом. Итак, давайте посмотрим, с кем мы работаем. Как правило, мы делим нашу аудиторию на младшую школу и на основную школу. Когда мы работаем с детьми, то очень часто от учителей мы можем услышать такие эпитеты, как они очень громкие, они быстро теряют внимание, они очень несосредоточенные. Да, мы же знаем, что есть определенные учителя, которые не любят работать с начальной школой. Есть учителя, которые не любят работать с подростками, предпочитают работать с малышами. Про подростков они, как правило, говорят, что подростки немотивированные, что у них очень узкий круг интересов, и ничем их особенно не заинтересуешь, что они ленивые, ничего их не заставишь делать. Но я надеюсь, что учителя, которые смотрят вебинар, это учителя, которые ищут во всем все положительное, да, ну и в конце концов, учебный год только начался. Поэтому, с другой стороны, мы можем посмотреть на эту проблему и сказать, что младшие школьники, дети, да, они в то же время, они, конечно, громкие, но в то же время они восторженные, они любопытные, они открытые всему новому. А подростки, несмотря на всю свою смурную натуру, они с ним очень интересно работать, потому что они имеют свою точку зрения, они имеют жизненный опыт, которым хотят поделиться, и они хотят, чтобы его услышали. И мы с вами имеем в пятом классе хорошую такую вот good mixture of both, мы имеем, они еще не выросли из того возраста, когда они громкие, не могут сидеть на месте, когда им, с одной стороны, все интересно, им интересно все, и не только то, что вы им готовите. С другой стороны, они уже потихоньку начинают двигаться в сторону подростков и имеют свою точку зрения и хотят ее поделиться. И вот мы имеем с вами и то, и другое. Давайте посмотрим, как с этим работать. Для этого давайте разберем, что у нас характерно для разных возрастов. Когда мы говорим о детях, и мы знаем, что методика обучения детей и подростков очень разная, да, принципиально разная, на что мы должны, что мы должны учитывать, какие их особенности. Дети, они по своей природе любопытны. Их легко заинтересовать, заинтриговать, удивить. Это означает, что у учителя, который работает с малышами, как правило, в его закромах кабинете можно будет найти какие-нибудь пальчиковые куклы, мячики, кубики, что-то яркое, какие-нибудь разные звуки издающие, разные материалы, разные текстуры, какие-нибудь чемоданчики с сюрпризиками, куда можно положить что-то для начала урока или для конца, или как-то по-другому их замотивировать. Круг тем довольно специфичен, да, потому что это будут явно, абсолютно точно темы, которые ребятам будут знакомы. Как правило, в любом учебнике вы видите тему семья, друзья, животные, игрушки. Это то, с чем они имеют отношение. Темы конкретные. Даже при вводе лексики мы, как правило, сможем вести ее довольно легко при помощи картинки. То есть это то, что легко и понятно. Абстрактных понятий у нас на данном этапе практически нет. Они охотно используют воображение, очень активно включаются в любые игры. С этим проблем нет. Очень любят креативные задания, очень любят что-то придумывать, изображать, воображать. Используют все виды чувств. Опять же, учителя, которые работают с малышами, знают, что им надо и попрыгать, и посмотреть, и послушать, и попробовать. Иногда и на вкус. И, в общем, чем больше задействованы чувств, тем лучше. Мы знаем, что чем младше ребята, тем больше среди них кинестетиков. Это ребята, которые изучают все через потрогать и подвигаться. Они не могут долго удержать внимание. Это абсолютный факт. Значит, мы должны постоянно 15 минут одного задания на уроке. Это уже довольно много. То есть каждые 10-15 максимум минут мы должны постоянно задания для них сменять. Это должно постоянно быть что-то новое, чтобы переключить их внимание. Как правило, они должны быть тоже на разные чувства. Здесь мы посидели, здесь мы попрыгали, здесь мы сделали что-то другое. С трудом сидят на месте, как раз то, о чем я говорю. Охотно работают в группах. Хорошо это делают. Иногда могут возникать вопросы, хочу, не хочу. Но при четких правилах установленных учителей, как правило, проблемы минимальны с этим. Они, конечно же, нуждаются в нашей поддержке и похвале. И на начальном уровне, хотя, конечно, мы всегда рекомендуем, что обратная связь должна быть не просто good job. Но на начальном уровне им именно нужно понимать, что есть эта поддержка от учителя. Что поддержит учитель, не будет ругать, всегда поддержит, поможет, если что-то сложно. Что к нему можно обратиться, что это не страшно и что меня ценят, любят в этом месте. Для ребенка это, конечно, самое главное. С подростком будет немножко другая ситуация. И, опять же, по моему опыту, когда я хожу на уроки, или когда у студентов к нам приходит в школу, по моему опыту самые большие проблемы с дисциплиной возникают именно тогда, когда нечем заняться. Когда мы анализируем урок и смотрим, что вот конкретно этот ребенок начал деструктивно себя вести, потому что он в этот момент был не занят. Ему было скучно. Если бы вот это было учтено в уроке, то, как правило, проблем с дисциплиной бы не возникало. Ну, опять же, средняя температура в больнице, да, и в разные случаи. Но более или менее это, как правило, решается занятостью детей. Давайте посмотрим на подростков. Что для подростков характерно? Подростки ищут себя. У них вот этот вот постоянный поиск. Кто я, что я, где я, почему я, да? И надо уважать, конечно, их желание отвечать на этот вопрос. Они имеют определенные ожидания от процесса. И там, сейчас я объясню чуть попозже, что я еще имею в виду под этим. Вот про обратную связь. Поддержки и похвалы, которые хватает младшему школьнику, для подростка будет уже недостаточно. Для него вот good job, excellent. Это уже будет мало и очень быстро перестанет иметь какой-либо эффект. Обратная связь должна быть очень конструктивной. Да, вот ты сделал это и это. Здесь это получается классно, над этим надо поработать. Вот здесь ты видишь, что ты вырос. Вот здесь твоя область роста, да. Тогда он будет понимать, в какую сторону ему расти. Ребята уже темы могут обсуждать совершенно не такие, не детские. Это, в общем, собственно, понятно. Не только даже темы, как семья и друзья. Мы можем обсуждать уже на совсем другом уровне, с более абстрактными понятиями. Это касается и грамматики, потому что, как мы знаем, когда мы учим ребят-младышей в начальной школе, то очень мало есть такие дети определенного аналитического склада ума, но их не так много, которые уже способны начальной школе хорошо понимать систему языка. Вот именно вот когда так, тогда мы делаем так, когда так, то так. В основном же ребята, как правило, работают именно чанками. Они понимают, просто привыкают, что в такой ситуации мы используем это, в такой ситуации мы используем это, и наша задача им показать разные ситуации и познакомить их с языком, который будет там использоваться. Подростки уже, конечно, могут и должны воспринимать информацию более системно. Они должны погружаться в язык и понимать, как он работает. И для них это и важно тоже, конечно. Они хотят практическую пользу в виде того, что делают. Это связано как раз с тем, что они имеют определенные ожидания. И я думаю, что каждый, как правило, подростком когда-нибудь встречался с таким вопросом, да зачем вообще все это здесь делают. И, ну, конечно, мы должны в рукаве иметь ответ на этот вопрос. Мы должны в этот момент не пойти раздражаться, как это так, я сказала, значит, будет сделано так. А мы должны, наоборот, действительно проговорить. Да, твой вопрос вполне понятен. Мы делаем вот эти вот эти шаги, они нас привыкли к этому, к этому, к этому. Конечно, хорошо идти на опережение и обсуждать с ними заранее, что мы будем делать, чтобы прийти и куда мы придем, да, и как мы проверим, как мы туда пришли. В отличие от детей, которые будут портить вам дисциплину на уроке, если они не заняты, подростки найдут чем себя занять. Они будут сидеть тихонечко и заниматься своими делами, не привлекая к всем вниманиям. Но интерес пропадет, и химия в классе пропадет, да, энергетика пропадет. По моему опыту, подростки мотивированы из интересного занятия, если они понимают, что здесь ценен конкретно их опыт и конкретно их мнение. Если они могут привнести его на урок, то они будут заинтересованы и мотивированы в нем участвовать. И, простите, когда, если мы посмотрим, мы могли бы сейчас с вами подчеркнуть и обвести, и увидеть, что когда мы говорим про пятиклассников, мы имеем все практически, что есть в правой колонке и все, что есть в левой колонке. То есть у нас дети любопытные, они с воображением, им нужно попрыгать, побегать. Они охотно работают в группе, они требуют поддержки учителя, именно в это тепло, исходящее от учителя. Им нужно быть все время четко занятыми. С другой стороны, они уже понимают, что в школе они находятся за чем-то, что мы должны им объяснить, что идет после чего. Мы должны их включать в аналитическую работу, и мы должны интересоваться, конечно, уже тем, что они могут привнести на урок из своего опыта, помимо школьного и помимо семьи. Теперь посмотрим, как нам из детей сделать удачных, успешных подростков, которые потом впоследствии станут успешными взрослыми. Я думаю, что вы уже, конечно же, знакомы с понятием общеучебной навыки 21 века. Это везде и всюду об этом говорят на каждом вебинаре. Мы с вами… Ну, это те самые четыре C, о которых везде говорят. Critical thinking, creativity, collaboration and communication. Мы с вами сейчас посмотрим о том… Я думаю, что все понимают, что да, уже все смирились. Да, нам надо это развивать в детях, чтобы они выросли успешными взрослыми. Но как это сделать? Давайте посмотрим, какие задания развивают те или иные навыки. Если мы развиваем критическое мышление, то нам нужны задания на категоризацию, на классификацию, на поиск закономерности, переработку, анализ, интерпретацию. Это должны быть задания, на которых нет определенного правильного ответа. То есть, что здесь главное для нас выяснить, что задания должны быть когнитивные. Не открыть скобки. Хотя открыть скобки – тоже хорошее задание на первом этапе. Но в конце концов мы должны прийти к тому, что мы выполняем что-то, применяя не только навыки языковые, но и мыслительные навыки. Далее креативность. Креативность – это то, что часто у нас в русском языке путается с творчеством, что не обязательно связано друг с другом. Креативность – это не обязательно рисовать или петь. Креативность – это уметь посмотреть на ситуацию с другого угла, уметь найти какой-то выход, который, может быть, никто не открыл. Что для этого нам нужно? Опять задания, не имеющие правильного ответа. То есть, они, как вы видите, развивают тот и другой навык. Далее – collaboration и communication. В контексте нашего предмета это немножко проще, потому что коммуникация в целом лежит в центре нашего предмета. Мы, собственно, для того и работаем с ребятами, чтобы они могли коммуницировать на иностранном языке. Что для этого нужно, чтобы состоялась коммуникация и сотрудничество между ребятами? В первую очередь, должна быть рутина в классе и должны быть четкие правила общения, которые должны быть на берегу еще обсуждены, и все должны с ними согласиться. Они, конечно же, будут нарушаться, но о них можно напомнить. И если с ними заранее ученики были согласны, то, скорее всего, это будет работать. Например, у меня есть в классе несколько правил таких, что мы обязательно уважаем друг друга, что говорить о том, что мы не можем друг друга называть, не знаю, как-то, или говорить, что он сморозил глупость. То есть надо говорить то же самое, но вежливо и обходными путями. Например, я им говорю, что нельзя говорить, Вася, ты дурак, надо сказать, Вася, ты такой умный, ну зачем же ты это сделал? Кроме того, есть такое у нас правило listen to each other. Я говорю, что, ребят, я слушаю вас, вы слушаете меня, вы слушаете друг друга, и только в таком случае можно высказываться. Работа в группах, конечно же, приводит к этому. Это то, чего обычно боятся молодые учителя, которые только приходят в школу, потому что создается ощущение потери контроля, когда они работают в группе, сложно это как-то четко контролировать, но именно там и происходит все это волшебство, именно там они учатся лучше всего. Итак, теперь давайте посмотрим на сам наш учебник и посмотрим, как он приводит к получению этих результатов. Вот первый модуль учебника пятого класса. Мы сейчас быстренько буквально пройдемся по нему и посмотрим, как он устроен. Вы видите, что на первой странице мы видим все содержание модуля. Здесь мы видим, какая наслаживает лексика, грамматика, мы видим, что мы посмотрим и что мы почитаем. Это очень здорово можно использовать в начале каждого модуля, чтобы как раз ребята знали четко, чем они будут заниматься, и чему они научатся. Мы с ребятами обычно создаем такую карту модуля, и потом мы либо обводим, либо ставим галочки, когда что-то проходим, да, и это как-то визуализировано у нас на стене, чтобы это всегда было как наша проводная такая карта, да, откуда мы двигаемся, куда мы двигаемся, чему мы научились. Хочу обратить ваше внимание на то, что на каждой странице есть вот такая классная постановка цели, да, «I can talk about school» в данном случае везде она будет образована при помощи «I can», что очень-очень здорово и очень упрощает работу в плане целеполагания, в плане рефлексии, и в плане рефлексии потом в конце модуля. Это как раз о том, что ученик знает, что он делает и для чего он делает, и какую практическую пользу для него это будет иметь. Проделав вот все-все-все вот это, я смогу говорить о школе. Четкая, легкая, обозримая, поставленная цель. Вот здесь вот мы продолжаем работать с ребятами над лексикой. Очень классно здесь лексика вводится и прорабатывается во всех видах речевой деятельности. Но обратить ваше внимание я бы хотела на вот это задание. Это задание как раз такое задание, которое, на первую, иногда бывает учителя его оставляют или задают на дом, хотя, конечно, оно было бы очень выигрышным, если бы оно как раз делалось бы на уроке в группах. Ну, с каким-то ограничением времени, конечно, чтобы это не заняло весь урок. Здесь ребята могут проявить свои креативные навыки, коллаборацию, коммуникацию, и потом они могут представить свои проекты, что поможет им запомнить лексику, потому что она будет уже более личной. Здесь мы начинаем говорить о грамматике. Мы можем это увидеть по вот этому can statement в начале страницы. I can use the present simple to talk about my daily routine. И вводится это вот здесь вот, вы видите, комикс с подростками, их возраста, темы понятные, знакомые, школа, их сверстники. То есть вот мы придерживаемся тем, которые будут не супер абстрактными, они будут понятными, легкими. И при этом здесь есть очень классное видео. Я просто отключу, чтобы у вас было небольшое представление о чем. Сначала они смотрят видео, потом вот здесь будет такой небольшой как cliffhanger, когда они должны догадаться, что произойдет дальше, и после этого второй кусок видео. Видео, конечно, на самом деле очень классное, очень качественно сделанное. И это очень важно для ребят, потому что, как вы знаете, мы сейчас имеем дело с ребятами, которых называют digital native. Это те ребята, которые выросли уже с телефоном в руках, для которых визуализация именно картинка, именно видеоклипы очень важны. Точно так же, как и использование технологий в принципе для изучения чего-либо, языка в частности. Дальше мы продолжаем работать над грамматикой. Здесь мы уже ее систематизируем. То есть у нас происходит и анализ, и дриллинг грамматических тем. Здесь мы видим хорошие такие понятные таблички. Здесь нам предлагают выработать какую-то закономерность. То есть опять обращаю внимание на когнитивный подход к заданиям. Здесь у нас такое забавное, классное, смешное видео относительно грамматики, что тоже здорово. И хочу опять обратить внимание на вот это вот задание, как бы консолидация. Сейчас уберу себя в другую сторону. Консолидация грамматического материала. Опять же, ребята здесь уже взаимодействуют с языком сами. Это задание, не имеющее правильного ответа. То есть оно у нас здесь присутствует обязательно. Опять себя уберу, чтобы было видно. Здесь мы теперь тоже опять present symbol, но теперь мы делаем вопросительное. Здесь у нас тоже такой классный, смешной, забавный комикс, который учитывает еще пока детей, еще не совсем подростков, которыми является наша аудитория. Посмотрите, как здорово и классно. Вот видите, я всегда хочу подчеркнуть, что когнитивные задания, когда они должны так или иначе когнитивно подойти, подумать, поразмыслить. То есть задание не просто на соедини, открой, вставь, а каждое задание так или иначе немножко должны какие-то произойти процессы мыслительные. Опять хочу обратить ваше внимание на вот это вот момент, вот это упражнение fun spot. Посмотрите, что здесь. Здесь у нас будет песня, песен тоже довольно много, там и песни, и рэп. То есть, опять же, хорошо подходит, учитывает особенности. Поскольку мы помним, что они еще, с одной стороны, дети, которые готовы подурачиться, с другой стороны, песни уже соответствующего уровня. Это вам не какие-нибудь детские такие, какие-то легкие песенки. Следующее здесь у нас именно идет на коммуникацию. Здесь I can ask for and give personal information. Хочу обратить ваше внимание на вот это. Вот look, категория заданий, где здесь им предлагается, мы смотрим, как, например, собака, или как вообще произносить сайты и другие всякие знаки технологические произносить по-английски. Ну, это классный такой вообще хороший навык, который будет интересен и понятен ребятам. Далее у нас чтение и знакомство с культурой. Опять-таки, понятные темы, которые они могут легко себя с ними ассоциировать и смотреть на них. Опять вот это вот задание. Fun sport. Imagine a day in a crazy school who can think of the funniest sentences. То есть здесь они, с одной стороны, взаимодействуют с языком, с другой стороны, они могут здесь и подурачиться, но при этом хорошо развивают необходимые нам навыки. Это здесь вообще моя любимая страница. Но сейчас немножко она нам не совсем по теме конкретно этого вебинара. Моя любимая, она чуть-чуть расскажу, потому что здесь очень классно сочетается аудирование и письмо. Вообще, как дается письмо в этом учебнике, это одна из моих самых любимых его частей. Потому что посмотрите, как классно через аудирование, через пример выводится на структуру, что написать потом этот имейл будет просто сплошной радостью. В конце, конечно же, будет консолидация всего материала, который все, что ребята прошли, и лексика, и грамматика. Здесь живут задания на фонетику. И здесь в конце нас ждет рефлексия, которая, опять же, дается при виде вот этих can statements. I can talk about school, I can use. То есть они все взяты, вы понимаете, откуда из вот этих вот can statements в начале страницы. И это как раз очень классно возвращает нас в начало. То есть если мы с ребятами сначала обсудили, что нас ждет в течение модуля, это отличный момент, чтобы перед контрольной, перед тестом все это обсудить и понять, чему я научился, над чем мне еще нужно поработать. Раздел Get Culture знакомит ребят, с одной стороны, с какими-то культурными особенностями, странно изучаемого языка, с другой стороны, здесь вы увидите какую-то связку с русской культурой. Как правило, будет связано еще и с каким-то проектом, который можно сделать вместе с ребятами. Подвести итог мне бы хотелось и сказать еще раз, что нужно учитывать на работе, на уроке с пятикластиками. Во-первых, создавать рутину. Рутина как-то немножко ассоциируется с чем-то скучным, но мы понимаем, что это такое. Создавать четкий какой-то уклад. Это включает в себя и четкое условное расписание урока, что дети понимают, что идет, зачем. Это и четкая работа с модулем, что мы начинаем, например, создавая так называемую карту модуля. И каждый раз возвращаемся к ней, когда выполняем то или иное задание. Это и рефлексия в конце каждого урока и в конце модуля, когда мы как-то приводим, замыкаем этот круг и приводим к этому. Под рутины я также понимаю и правила, которые мы вводим на уроки. Правила, что мы уважаем друг друга, что мы слушаем друг друга, что приводит к хорошей работе в группах, что приводит к хорошей коммуникации внутри коллектива. Это четко оговоренные правила, рутина, правила. Использовать материалы, ориентированные на возрастные особенности. Что это значит? Что это, с одной стороны, должны быть материалы не очень абстрактные, близкие еще ребятам. Это что-то связанное еще. Семья, дом. Темы, которые они могут обсудить, в которых они могут поучаствовать. С другой стороны, должны присутствовать задания, которые будут требовать от них выражать свои мысли, свое отношение, говорить о своем опыте по поводу этих тем. Большое количество именно взаимодействия с языком, что опять же включает в себя наличие вот таких вот заданий на когнитивных, на развитие мыслительных навыков, когда они должны именно копаться в этом языке, понять, что, как, почему происходит. Когда они должны персонализировать этот язык, когда они должны выполнить какое-то задание, не требующего правильного ответа, при помощи языка. Использование языка как инструмента, а не как самоцель. Развитие навыков критического мышления, креативных навыков. Как мы помним, лучше всего их развивают задания, когда ребята действуют сами, когда нет определенного правильного ответа на них. Развитие коммуникативных навыков, навыков коллаборации, умение договариваться, умение слушать друг друга. Учитывать разные потребности учащихся. Тут мы можем говорить о том, ну вот теория ВАГ, что есть аудиалы, визуалы, кинестетики. Часто теория немножко подвергается критике, но так или иначе мы должны понимать, что все мы учимся по-разному. Что то, что работает для меня как для учителя, не факт то, что будет работать для ученика. И мы должны предлагать разные способы. В какой-то момент, чтобы каждый нашел для себя что-то в этом уроке. Не забывать, что этим ребятам надо встать и подвигаться. Не забывать, что им нужен выброс энергии какой-то. Не забывать иногда, что они устали, и надо предложить им какое-то задание, где они смогли бы немножко подурачиться. И, в общем, еще одна рекомендация использовать на уроках технологии. Это могут быть игры, это могут быть приложения, это могут быть видео, которых очень-очень-очень много в нашем учебнике. Потому что, ну тут, знаете, как если не можешь побороть остание, лучше возглавить. И я предлагаю нам все вместе возглавить это. Ребята, так или иначе, технологии, видео, это то, что является частью их жизни, и не использовать это на уроке. Это фактически только нам усложняет жизнь. Поэтому, конечно, это делает урок более интересным. Вот такие рекомендации мне бы хотелось дать. Мое время как раз подошло к концу. Спасибо вам большое за внимание. Буду очень рада увидеть вас вновь. Спасибо. 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 Спасибо.